Противопожарный инвентарь на тепловозе хранится в шкафу для одежды. Должно быть не менее двух порошковых огнетушителей. Для осмотра коллектора и щеток снимаем крышки смотровых муков. Состояние коллектора служит показателем работоспособности всей машины. Наружная поверхность коллектора должна быть полированной, чистой, без рисок, задиров и подгарок. О хорошем состоянии коллектора видительствует также равномерная глянцевая пленка темно-вишневого цвета, которая образуется на его контактной поверхности. Контролируется положение разобщительного крана слива масла из запасного бачка. Проверяем, чтобы винт у нас не ходил. Был законтрен и сверху, и снизу. Натяжение ремней привода двухмашинного агрегата. Для этого при остановленном дизеле производим легкое нажатие смотровым молотком. Должен быть свободный ход прогиб ремней. Обращается внимание на надежность крепления дизеля к раме. Для этого существует специальная опора. При осмотре тягового генератора проверяем, кроме коллектора, также щеточное устройство генератора, крепление кронштейнов и щетка держателей. Щетки должны свободно перемещаться в гнездах и не иметь осладших или оборванных шунтов. Заодно надежность крепления этих вот защелок. Все визуально осматриваем. Далее производится проверка уровня масла в картере дизеля. Он должен быть в пределах между верхней и нижней риской. Вот она и вот. Проверяем легкость вращения вала маслопрокачивающего насоса, а также закрытие разобщительных кранов, расположенных над этим насосом. При заглушенном дизеле необходимо на 2-3 оборота провернуть каждый сегмента в фильтр грубой очистки масла. Сейчас вы можете видеть смотровой люк, который предназначен для осмотра шестерен привода насосов и антивибратора, который производится на ТО-3. Также на этот люк может быть наварена вспомогательная горловина для заправки тепловоза маслом. В данный момент показан фильтр, который предназначен для очистки масла, подаваемого на объединенный регулятор дизеля. В данном месте мы можем проверить состояние дюритовых рукавов, которые расположены на вспомогательном контуре и на основном контуре. На выходном колене выхода воды из дизеля расположены термостаты. Левый термостат отрегулирован на 70 градусов и предназначен для управления боковыми жалюзями основного контура. Далее следует термостат, отрегулированный на 80 градусов, предназначенный для управления верхними жалюзями основного контура и работой главного вентилятора. Третий термостат отрегулирован на 90 градусов и предназначен для обеспечения сигнализации машинисту о перегреве воды в дизеле. На выходном колене выхода воды из вспомогательного контура расположен термостат уставкой 65 градусов, который управляет нам боковыми верхними жалюзями вспомогательного контура и включением-выключением вентилятора малого контура. На выходном трубопроводе из водомасляного теплообменника находится реле перегрева масла, который также производит сигнализирование машинисту о неисправности. Составные части объединенного регулятора дизеля, таходинамо, который обеспечивает показания тахометра в кабине машиниста, над ним расположен узел, состоящий из редуктора и сервомотору. Водонаборный рукав, а также кран, который предназначен как для набора, так и для слива воды из дизеля. В нижней части водяных насосов имеется краник или проб для выпуска скопившейся воды из полости насосов. Затем производим осмотр состояния водяных секций всех контуров, а также сопутствующий производим осмотр состояния пневматического привода, состояния гибких шлангов, отсутствия учечек воздуха по ним. Гидромеханический редуктор предназначен для обеспечения вращения вала главного вентилятора и тормозного компрессора. Управление ими осуществляется посредством золотниковой коробки. Слева трубка, предназначенная для управления компрессором, это управление главным вентилятором. Обе трубки пневматические. Подвод масла осуществляется по этой трубке. Обращаем внимание на состояние резинокордового мофта привода компрессора и крепежных болтов. В этом же месте проверяем надежность крепления шахты-холодильника к стойке. В шахте-холодильника проверяем надежность защелок створок шахты-холодильника, а также проверяем видимую часть вала привода главного вентилятора. Слева от компрессора, внизу, расположен обратный клапан, который предназначен для пропуска воздуха от компрессора в главном резервуаре. Признаком его неисправности, то есть пропуска в обратном направлении, может явиться сильное дутье из контрольного отверстия при остановном компрессоре. Здесь же рядом расположен клапан максимального давления на 9,2-9,5 атмосфер, который соединен с главными резервуарами и предназначен для предохранения главных резервуаров от повышенного давления. На трубопроводе от цилиндра высокого давления до обратного клапана расположен предохранительный клапан на 9,5-9,8 атмосфер, который предназначен для защиты нагнетательных клапанов компрессора при неисправности регулятора давления. И, наконец, третий клапан, отрегулированный на 3,5-4 атмосферы, предназначен для защиты промежуточного холодильника от избыточного давления. Данный кран предназначен для слива отстоя, накопившегося в процессе работы, из промежуточного холодильника, который открывается только лишь при работающем компрессоре. Нормальное положение данного крана является закрытым. Он открывается лишь при соединении двух тепловозов по работе по системе двух единиц для подачи импульса блокировки компрессора на второй локомотив. Проверка количества смазки в картере компрессора. Вентилятор передней тележки. Проверяем натяжение ремней. Кран для перекрытия доступа воздуха к вентилям управления жалюзи. Приехали в служебном ремонте. Ряд пневматических вентилей. Первый, ВПЖ-1, предназначен для управления боковыми жалюзями основного контура. Его соответствующий кран. Следующий, ВПЖ-4, управление жалюзями малого контура. Его кран соответственно. И последний, ВПЖ-2, который предназначен для питания пневмоцилиндров привода верхней жалюзи. И подачи воздушного импульса на гидромеханический редуктор для вращения главного вентилятора. Вверху мы можем видеть кран, который предназначен для аварийной работы большого контура. При неисправности одного из вентилей, либо ВПЖ-1, либо ВПЖ-2. В этом случае воздух от неисправного вентиля перекрывается и открывается этот кран. Этот кран также предназначен для аварийного питания пневматических цилиндров привода жалюзи, но уже вспомогательного контура. При неисправности вентиля ВПЖ-4. Объединенный регулятор дизеля. Основные управляющие элементы являются концевой выключатель и расположенный справа реостат мощности. При приемке рекомендуется проявлять надежность штепсенных разъемов, которые подходят снизу. Фильтра тонкой очистки топлива. Фильтр тонкой очистки масла. И топливная аппаратура. Так выглядит процесс отключения топливного насоса высокого давления при его неисправности. Здесь же проверяем надежность закрытия индикаторных кранев. Проверяем закрытие крана слива воды из топливоподогревателя. В конце топливного коллектора расположен кран, который предназначен для слива топлива из коллектора при ремонте топливных насосов. В нормальном положении кран должен быть закрыт. Проверяем готовность к работе предельного регулятора оборотов дизеля. Для этого ручку регулятора поморачиваем против часовой стрелки до упора. Проверяем уровень масла в правой подшипниковой ванне турбокомпрессора. Уровень должен быть находиться чуть повыше средней риски. Проверка натяжения ремней вентилятора задней тележки. И надежность закрытия вентиля слива воды из колорифера. Пневматический узел резервуара управления, который предназначен для питания приборов управления. В частности, питание жалюзи, песочной системы, электроаппаратуры в 8-вольтной камере. Основные детали. Обратный клапан. Редукционный клапан. Влагосборник. Манометр. Кран для служебного отбора воздуха на обдувку электрических машин. И кран для слива отстой из резервуара управления, который необходимо сливать не менее чем два раза за смену.